на здорово чё видели уже пиздец я охуел сейчас я проснулся у меня просто вся личка завалена тем что картрайт умер но бля я ну факт не просто в тебе не в самой смерти в том типа счетом произошло это просто пиздец я прям вообще охуел ну вот эта вся тема с расчлененкой бля жесть прям какая-то но типа когда знаете когда ты причитаешь про ну как-то слышат такие новости прочего человека когда не знаешь ну как-то ну типа блять не так короче это воспринимаешь а когда ты типа лично знаком ты прям типа хуеваешь блять с этой хуйни вот но я вообще не понял касаемо блять касаемо того что короче он типа умер от передоза и его жена четыре дня его блять распиливала это вообще чё нахуй такое это же просто блять пиздец типа у меня возникает первый вопрос на ну при все и при всем пиздеце ситуации вот просто если здраво подумать нахуя я не знаю конечно ничего там не утверждаю понятно но просто блять вам не кажется я может видел ее но я не знаю и лично вот и я к тому говорю что вот эта аргументация чтобы типа он не наркоман что это вообще блять в каков какой-то вселенной то есть прикиньте у вас мотивация чтобы узнали что чувак наркоман и распилить нахуй это же просто пиздец ну то есть у меня не знаю ну наверное у любого здравомыслящего человека какие-то вопросы возникают к этой ситуации но в том плане успел знал там вот какой-то такой сторонний новости я подумал что как бы блять что там может не факт что передоз понимаете ну или как-то вот что-то там вот не сходится короче я не знаю вы такие ничего не утверждаю ни в коем случае я просто охуеваю рассуждаю понимаете ну блять вы можете себе в здравом уме представить такую ситуацию во первых блять я вообще себе не представляю пилить человека что это за пиздец это прям охуеть ебать и блять 4 дня ёпта его пилить то есть это я причем даже не знаю типа в каком состоянии надо быть 4 дня блять но вы уже берете выводы исходя из новостей которые есть что ей стало стыдно вот написали на раз периодом сообщил что это сделал куда ну типа вы как-то по факту вы не знаете так это было или нет блять то есть по факту мы имеем блять расчлененную трудущие просто пиздец я щас проснулся я бля охуел меня солнце хуярит в окно блять ну шутки это конечно весело но блять хуй знает я не то чтобы там какой-то блять не ранее в этой ситуации блять как бы прям так по крайней мере сейчас шутить не знаю короче пиздец сразу я предрекаю все вопросы касаемо темапа где без понятия на хуй что делать такой ситуации я там часов шесть назад был онлайн только я написал сразу но это понятно что это вопрос там третьестепенный какой-то мы просто блять такие эти вопросы будут и я не знаю ну как бы блять сами понимаете это такая ситуация вот по поводу и всегда сегодня в 7 вечера я сделаю но блять я и ну вот в моей вообще в моем миропредставление что-то либо что-то не сходится либо вообще мир ебанулся я не знаю блять понимаете ну чего куда какая разница блять от чего он умер но по сути блять что должен сподвинуть человека расчленить другого человека но если это не сокрытие блять какого-то преступления или не каннибализм блять я не знаю на хуй вот что блять и это же не так что ну я не знаю предположить что там я опять-таки без понятия кто это ну в смысле 9 не знаю там предположить что человек был в состоянии аффекта или хотя блять хуй знает и я не представляю такой аффекции или там под какими-то тяжелыми наркотиками не знаю что он бы мог там начать а остальные там три дня блять что типа ну как бы осознание же какой-то момент должен было прийти не четырежды дня блять я вот я тоже я бы вот пишут комментарии я представить не могу что должно тобой двигать и мотивировать тебя четыре дня блять пилить человека блять я вообще в аху да у них я не знаю там у них не минуту я прочитал это новости опять-таки они не так что прямо близко там был знаком что у них ребенок еще при этом при всем был в квартире блять это пизда ну в любая человек пишет отчаяние и горечь что еще может быть всем потерял близкого рассудок пошнулся но вы блять можете отдать отчет вы сможете распилить человека мертвого во первых что вами должно двигать во вторых блять просто в друзья я физически мне кажется не смогу это сделать это же просто пиздец понимаете блять как бы просто вдумайтесь что вы нахуй это делаете это же ебануть мне кажется я блять ебта руку нет пилю нахуй никому никогда ну это же блять начиная от какого-то просто отвращение вот блять не знаю что ты не сможешь это сделать физически блять заканчивая вообще пиздецом ну вот пишет может под кайфом было я не знаю что это там за за наркотики должны быть и опять таки я вот даже не могу себе представить как бы блять я даже себе представить реально не могу этот пиздец понимаете ну блять но состояние я не знаю сколько длится может состояние эффекта день блять это же просто пизда блять массиве закончились да я блея я проснулся полет потянулся телефон открываю личку мне просто забитая нахуй я смотрю сообщение там а то бы от насти и керамбита блять еще кому кого типа прям нужно и открываюсь убили ебать это просто пиздец просто пиздец ну вот я не знаток этих эффектов и так далее но я представить не могу что-то это какое должно быть блять состояние чтобы чтобы во первых мотивация для расчленения это просто пиздец понимаете вот какая это блять мотивация что репутация что он не был наркоманом блять это вот даже звучит как-то ну типа пиздец ну то есть сама мотивация для расчленения у меня в голове не укладывается просто блять я его расчленила чтобы не знали что он был наркоманом ну да непонятно что вообще откладываться не откладываться я без понятия как в такой ситуации вообще поступать в принципе какой-то я даже не знаю как это проводить но в том плане даже если это вот блять я просто отвечаю на вопросы по темапу чтобы потому что их будет блять как говна нахуй этих вопросов я не считаю это там самым главным этой новости далеко но я даже я даже ну просто найти там замену к примеру я даже представить себя не могу как это делать ну типа майте привет блять слышал что стало сэнди давай искать тебя нового напарника как блять это работает или в принципе какую-то новую парну все такое ощущение что знаете что это висеть в воздухе там будет понимаете вот типа такая хуйня я даже ну вот блять вот пьер по крайней мере пьер может это конечно просто какие-то первые эмоции от новости может блять через там неделю две-три месяц как-то все это ну а да у меня подвисло чуть-чуть все будет с этим ассоциируется народ завеска если вы знаете вот на пизде да я вам говорю это блять ужас ёпта тихий нахуй это ж просто блять короче не знаю пацаны блять ужас ёпта да ну блять чё за хуйня вы пишете блять про то что не в баттлах дело я видел до фотографию с пакетами я просто блять я когда видел ну его все это листаю смотрю вот эти фотографии блять с пакетами там в коридоре и типа когда вы когда короче прикол в том что когда ты знаешь типа чувака это вдвойне охуеть ну типа вот ну и лучше странное ощущение я первый раз жизни дай бог последний с этим сталкиваюсь когда я знаю хотя бы косвенно опять таки его не супер близко знал там ну мы здоровались типа знаете там и так далее то есть что то такое ну и понятно что я знал в этом баттл но ну типа когда ты короче понимаешь о ком идет речь вот в такой и это не просто какая-то какой-то отдаленно там артист для тебя ты просто знаешь что он когда там блять где-то пел песни иногда это прям типа знаком да хуеваешь вообще пиздец да нет я никогда не общался а по поводу организации нас как у нас просто разбита турнирка на две половины одну пола с одной половиной я там контактировал в плане там сроков всякого такой хуйни в плане каких-то организационных моментов ну не только я понятно но явка как бы по большей части со второй частью я не контактировал особо ну кроме оба хоса понятно с ними просто общаюсь типа полмдропа укос на рту картрайту май тиди и кори фи и киви там я писал все моменты ну короче да и в общем то блять и не сказать что там дохуя прям я вообще-то не помню до последний раз там общался но не суть тут прикол даже в том что не просто вот ну не знаю какие-то такие обстоятельства прям жуткие блять ну вся вот эта вот история это не просто смерть ну понятно что как бы смерть это пиздец но это какой-то ну не знаю то о чем человек наверное каждый знает что с кем-то это может случиться или что рано или поздно это может случиться а тут как бы блять ну это прям ёпта жесть нахуй понимаете какая-то блять такая такое такое ощущение что я не могу этого представить как-то от как-то от людей которые ну блять не могу себя представить короче это какой-то ситуации вот блять здравого момента понимаете просто ну типа блять что люди там которым но я не знаю сколько ему лет было какое-то относительно молодое поколение что будет такой пиздец понимаете вот типа мне кажется это либо какой-то какой-то блять убер маргинальная блять вот должно быть какой-то либо криминал либо вот что-то вот из разряда какие-то там блять хуй знает это блять вот знаете самые пропитые алкаши не знаю вот что такое вот куда-то туда блять и кажется ну типа когда ты вообще общаешься на берег мы там не зависали вместе никогда сильно дружной мы виделись на мероприятиях там на всякой такой хуйня и типа ну нет ощущения что блять же короче такое может быть вот с людьми такого типа блять вот этих вот кругов которые просто ходят там на эти мероприятия и так далее блять пиздец ну вот что блять ты просто такой типа блять этот же чувак ну типа как сказать мы все варились типа в одной тусовке в очень если больших масштабах брать типа такая хуйня может еще произойти я не знаю у меня просто не сходится момент что он передознулся и его за ну типа за это расчленили это пизда понимаете блять вот эта хуйня у меня не сходится в голове блять ну типа что он это завещал блять или что нахуй я не понимаю даже просто пиздец весь я представить себе не могу мотивацию вот понимаете у меня я же говорю у меня если бы я наблюдал со стороны ну то есть я бы не знал вот просто какие-то незнакомые новости вы читаете первое чем я бы подумал что какая-то ёпта хуйня скорее всего не просто типа блять он умер и это мотивация вообще не мотивация как бы понимаете то блять ну я опять таки когда человек даже если он поехавший я я не знаю типа что должно блять тобой руководить я опять-таки не говорить даже про физический момент блять как это нахуй возможно ну вы можете себе представить блять такую хуйню не знаю что у вас кто-то там не дай ты бог блять алкоголик вот он умер вы не хотите что все и думали что он алкоголик блять и расчленить или наркоман это же просто пиздец я не понимаю типа он исчез просто пропал его репута ну как бы блять вы доходя думаете репутацию мертвого человека блять я не знаю короче это вот опять таки просто вопросы которые возникают у меня в голове и я не я еще раз я не хочу на кого-то там что-то не дай бог наговаривать или что-то еще ни в коем случае просто ну как бы если вот так обсуждать и сможем конечно просто сказать там помним скорбим и все я просто не знаю я же разговариваю с вами и мы же ну как сказать большим лицемерем наверное будет типа типа блять и пытаться игнорировать мысли которые у тебя в голове или или типа обсуждать их с каким-нибудь там обоубиска блять или там кем-то еще хуй знает с кем угодно а типа зрителю говорить что давайте блять просто оскорбить да понятно это все ну как бы блять а хуй то не уменьшается от этого ну вот я же говорю меня просто не совпадает вся эта хуйня в голове типа что хуй знает чувак умер дать чего он блять мне кажется не умер даже если он бля не знаю нахуй собаку съел бы подавился умер блять как его можно расчленить хуй его знает что-то бы должно двигать блять в этот момент типа расчленяешь делаешь как лучше блять или что нахуй хуй его знает да ёбану вроде ни одной сигареты в заначке так том-то дело что мотивация это может быть обманная понимаете ну вот типа блять то что это как даже как мотивация слабо блять звучит вот типа в чем прикол да не никогда жизни блять не употребляйте это говно ёбаная уж тем более не подсажитесь на него так что ребята полный пиздец полный пиздец да блять вот давайте бывает типа каждый каждый новый день вы вообще не знаешь что от жизни ожидаете серьезно блять ну вот вот вообще блять ты же представить себе не можешь что может произойти на ну я и я вот блять еще раз уж который раз говорю для меня эти пакеты это да окей я бы понял если это был криминал какой-то я бы просто понял не значит что я как-то бы там одобрил но блять ну вот на бытовом уровне вообще не знаю как человек может это сделать хоть но опять таки если это был не криминал и не сокрытие труп потому что такое может быть это даже более логически и логически это даже больше сходится чем версия типа блять про депутацию но ну как бы естественно ничего не утверждаю и не вкидываю и просто размышляю короче с вами разговариваю да нет я не знал но я видел по моему один раз с ним так ты не знал но я не общался никогда поэтому я ничего по этому поводу не могу сказать да и говорить бы я наверно не стал ну в плане себе с нам как-то но я не знаю я не могу утверждать может вообще кардинально трезвая была вы просто пишете уже как как факт ну то есть нельзя же писать как факт если вы не знаете блять ну если она не убила то я не знал нет там наверно не посадят там хуй знает даже какая там статья какая-то надо ругательство нас на блять над телом ну вот но я не особо с этим сталкивался чтобы знать да я никогда с этим не сталкивался без понятия чего из-за цвете это если не докажет что я еще не знаю как докажет доказать что убила ну какая-то там нет экспертиза блять если я имею в принципе есть такое такую теорию из такой теорию короче как-то думать о ней ну вот то короче блять не знаю как-то должна ли судмед экспертизы на это выяснять просто если не были наедине сложно там блять что-то я не знаю насколько экспертиза я не шарю вот в этом плане что там понимаете там же может быть банальная ситуация что не знаю блять хуй знает ладно короче я не буду гадать ситуация может быть разно сейчас блять наговорю нахуй я-то не утверждаю просто просто размышляю но то чтобы но как бы мотивация вот это вот для расчленения ёптовать я как только подумать да блять расчли то есть человек мертвый лежит мертвый блять лежит и вы такой стоит сидите стоите и думаете блять не знаю в каком-то нахуй состоянии что делать блять дальше ну вот он умер не по вашей вине то есть его не убили не знаю блять и вы такой стоите и думаете блять чтобы сделать расчленю ну это пиздец вот как это блять вообще может прийти в голову нахуя зачем как то есть вы такой стоите расчленю идете блять за где-то ищите пилу блять тазик не знаю что это берете его несете видимо в ванну и сами начинаете пилить это же просто пиздец понимаете ну то есть и в этот момент вы как бы думаете блять чтобы его репутация то что он наркоман никто не узнал блять сери ну это же пиздец серьезно блять вот типа вот вот блять вот вот просто опишите проговорите эту ситуацию словами блять и вы поймете что это блять это либо и какая-то нереальная мотивация либо этого это настолько надо блять я его хуй прям я не знаю что и кем надо блять что это доехали играет у Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да конечно, да, но репутация, да какая разница, ну умер человек, блядь, употреблял он наркотики, от передоза умер Ну поебать, вы думаете, блядь, в 21 веке кто-то бы там ебать с этого, не знаю, блядь Что, писал бы и письма или что, блядь Ну кому не похуй бы, а вот это, это пиздец Вот это не то, что, блядь, ебта, репутация, это охуеть, блядь Ну если даже, вот, блядь, брать вот эту вот супер, блядь, мотивацию, да ебаный в рот Ну вот, понимаете, не знаю, блядь, либо я что-то не понимаю, либо в моей башке вот просто это не сходится Вот я не могу, знаете, взять эти два момента сопоставить и сидеть такой, блядь, сколько же панча будет, блядь, это просто пиздец Потому что ситуация неординарная, ну то есть это не так, что просто человек умер, блядь Может там никто бы это сильно, ну и как бы какой-нибудь долбоебый разочек пизданул и все А типа это сама ситуация, блядь, ебать, вот как бы, блядь, вот, вот, ну это же просто пиздец Ну, блядь, ладно, пацаны, пошел я дела делать, всех обнял Берегите себя и своих близких, блядь Не хочу я чути твій голос, не треба мені твоих слез Я прошу тебе не наяри, бо що в мене є цей слез Ти не наяри, ти не наяри, ти не наяри, ти просто не наяри